Полмиллиарда штрафа. На минувшей неделе Кировский суд приговорил бывшего чиновника областного правительства к 10 годам лишения свободы и астрономической выплате. Александр Сурков признан виновным в получении взятки. Сумма штрафа вызвала бурное обсуждение в сети. Некоторые посчитали ее, а речь идет о 500 миллионах, чрезмерно большой, и выразили сомнение, сможет ли Сурков выплатить эти деньги. Итак, сегодня гость нашей студии на московской юрист Виталий Крикун. Мы с ним говорим о порядке выплаты штрафов, назначенных судом. А поможет нам моя коллега Ольга Маркова. Оль, как вообще выплачиваются подобные штрафы? Ну, допустим, штраф это основное наказание. Тогда в этой ситуации человек должен выплатить штраф в течение 60 дней. Если он это не делает, то в дело вступают судебные приставы. Но если, как в нашем случае, это не основное, а дополнительное наказание, то здесь можно решать отдельно. В судебном порядке все это решается. Если есть имущество, то оно арестовывается судом и потом продается в счет уплаты штрафа. А в принципе, если имущества нет, то все это может высчитываться из зарплаты. Ведь так, Виталий Алексеевич? Здесь будет устанавливаться, высчитываться та сумма, которая позволит ему не влачить жалкое существование, а на питание ему будет хватать и на жилье, а всю остальную сумму будут взыскивать. Ну, а если человек сидит в тюрьме? Ну, в этом случае, если он там работает за решеткой, то все, что он получает, часть этой суммы, она идет в счет уплаты, конечно же, долга. Если человек выходит на свободу, когда он выходит на свободу, то он получает зарплату, опять же, это из зарплаты выплачивается. Получает пенсию, выплачивается из пенсии. Это может прекратиться только в трех случаях помилования. Второй случай – это когда заменяется одно наказание другим, например, расправительными работами, или заканчивается смертью человека. Кстати, выйти на свободу досрочно, не расплатившись, будет очень проблематично. Кстати, мы тут с Виталием Алексеевичем говорили, и он вот заметил интересную тенденцию. Сейчас установка такая – обеспечить неотвратимость наказания, а не обязательно отправлять в лишение свободы, где он, конечно же, не в состоянии в экономический кризис заработать большую сумму для возмещения штрафа. И именно поэтому крен судебной практики в настоящее время направляется на не связанные с лишением свободы виды наказания. Ну, здесь, наверное, в первую очередь речь идет о взяточниках. Да, разумеется. И хочу сказать, что 500 миллионов рублей – это максимальная сумма штрафа, а минимальная – 25 тысяч. Но это ведь какой-то нереальный максимум. Либо нужно быть Ходорковским, либо эти деньги тот же Сурков никогда не выплатит. Зачем назначать такой штраф? Ну, а вот этот вопрос, наверное, мы приадресуем Виталию Алексеевичу. Не важно, что он не заплатит ее. Вот это самое главное. Главное, чтобы все остальные, хорошие и нехорошие преступники, поняли, господи, какой ужас, это мне будет, как дамоклов меч, висеть до конца моей жизни. Спасибо. Это был юрист Виталий Крикун и журналист Ольга Маркова. Мы говорили сегодня о порядке выплаты штрафов, которые назначает суд. Продолжение следует...